В каком ситуации? Какая с сим-картой? По сожалению, пока таких карт нет. А если брать, допустим, 10-15 гигабайт, сколько будет она стоить? И могу я ее использовать в Чехии, например, или в Берлине завтра, в Германии? Получается так, что если человек едет в другую страну, дешевле покупать в той стране все-таки стартовый новый. Понял, но в Чехии недешево. Можно пользоваться, к примеру, польским стартовым пакетом, но получается другой интернет. От 8 злотых за гигабайт до 30 тысяч злотых за гигабайт. В зависимости от того, есть человек-абонентом, дешевле покупать пристой вот такой стартовый за 5-10 злотых. Я понял. Спасибо. Спасибо. Короче, сегодня Женя снял нам много всего интересного. Прямо с фабрики, где делают мебель для Икеи, где работают ребята из СНГ. Снял видео из квартир, где они живут. Короче, все это будет у нас в Инстаграм ТВ. Я постараюсь загрузить. И в ближайшее время вы поедете по другим фабрикам, да? Какие планы? Мы объедем. Я думаю, в ближайшее время фабрик где-то 10-15. Покажем разницу по жилью, по самой работе. Понял. Скажи, Жень, скажи, пожалуйста, вот вы выбрали для развития, да, своей темы, вы выбрали провинцию, да, получается? Это же провинциальный город. Вот я сейчас в провинциальном городе. Кстати, у меня много тут, я увидел и плюсов, и минусов. Почему именно провинциальный? Почему вы выбрали не Варшаву, не Краков, а именно вот провинцию? А ты попробуй в Варшаве подать документы. Там ты будешь их ждать, как минимум, на них. То есть вопрос вверх. То есть вопрос документов, да? Да, да. То есть если подаешь, допустим, в провинции, то намного быстрее получаешь весь пакет, чем... Намного быстрее. В Варшаве очень долго ждать. Если в провинцию можно получить за 6-7 месяцев карты побута, то в Варшаве может быть и год, и полтора. Я понял. Вы сейчас получаете лицензию на свою компанию. Есть у вас в будущем планы сделать офис в Бишкеке и в Ташкенте? Я думаю, в принципе, мы рассматриваем этот вопрос. Дальше уже будем смотреть, в каких странах будет лучше открывать. Потому что Украина... Ну, они уже, в принципе, сами могут ехать. Проблем нету с работой. Вот, кстати, человек тут написал, что ждет уже 5 месяцев приглашения, потому что в большом городе очень много людей, то есть ждут приглашения... Ну, вот сейчас у нас получилось задержка. По какой причине, не могу сказать, потому что... Возможно, были там немножко праздники у поля. Ну, погромче. Потому что я подавал, например, людей. Одних раньше, других позже. Те, что позже, получили раньше, чем те, что подавал раньше. Я понял. Ну, это в основном провинция занимает месяц-полтора, плюс-минус, там, неделя-две. Я понял. Ты занимаешься вот Украиной в основном, да? То есть у тебя клиенты в основном были из Украины. У нас все СНГ, так же самое грузины, так же самое... Ты из Казахстана. Понял. Кыргызстан. Понял. То есть, ну, людей у нас очень много. Там на видео, в принципе, я буду идти. И, например, даже обращаться к грузинам, конечно, не услышит, потому что в наушниках работают. Ну, на фабриках есть фабрики, где, будем говорить, не сильно критически относятся к одежде в плане того, чтобы там какая-то униформа была. Там работают люди все в тапочках, в шортах, в футболке, в наушниках и так далее. Единственное, там, по наушникам разрешают только, чтобы в одном ухе был наушник, потому что если обращаются или зовут, чтобы ты мог услышать. Вот и все. Понял. Короче, получается еще раз так. Вот так у нас прошлый ролик сорвался, позвонили. Значит, если человек хочет работать в Германии, у него нет немецкого языка или в Бельгии, то он это может сделать через Польшу, но для этого он приезжает по польской визе сюда. Находится здесь месяц-полтора, вы ему ищете вакансию по Германии или по Бельгии. Немножко не так. Мы на него делаем документы. Мы подаем анкету в посольство той страны, в которую он хочет. Здесь, в Польше. Да. А, ему в паспорте ставят специальную печать, что он может работать на территории Евросоюза. Нет, именно той страны, в которую мы... Да, то есть, если, допустим, Германия, то он... Только в Германии. На протяжении 90 дней. На протяжении трех месяцев. Понятно. С этим все понятно. То есть, если человек хочет напрямую ехать в Германию или в Бельгии, наличие языка раз, плюс работодатель с ним заключает контракт напрямую. Разве что, если найдет кого-то из русскоязычных, то поможет. Ну, просто не факт, что там он сможет заработать. Потому что мы стыкались даже с такими случаями, когда к нам ребята обращались. Ехали работать там, делали ремонт и так далее. Немец брал на работу. Месяц ребята отработали. Он просто брал и сдавал в полицию. Ребят депортировали. Плюс они получают штраф, депортацию на пять лет. И штраф, если я не ошибаюсь, там 1800 или сколько евро. А он, соответственно, получил выполненную работу, но и не заплатил деньги. Вопрос. Вы сотрудничаете с заводом Морпол? Мы с ним не сотрудничаем, но я знаю, что это за завод. Это рыбный завод. Знаю я этот завод. Понятно. То есть, вы с ним не сотрудничаете? Нет, мы не хотим с ним сотрудничать. А что там? Что-то... То, что я знаю, это не для всех. Я понял. Ну, мы закругляемся. У нас сегодня уже третий эфир. Это прям вообще рекорд для Инстаграм. Завтра я уезжаю. Женя снимет еще много-много-много видео из Польши, с разных заводов и фабрик, которые представляют свои вакансии, которые ищут работников из разных стран. Вакансий очень много. Просто не всегда получается... Вернее, не на всех фабриках или заводах снять видео. Потому что многие директора, они просто запрещают. Ну, боятся там, ну, я не знаю, чтобы не показывали их продукцию. По какой причине, не знаю. В принципе, идешь по заводу, какая разница. Но вот они запрещают. Но ты сегодня сделал хорошее видео. Я сегодня просто пошел уже напрямую. Классно. Я сегодня получил просто очень ценный материал, который будет в ближайшее время у нас в нашем Инстаграм. Это два, даже три видеоролика. Три. Вот. Смотрите, значит, по Германии еще раз. Если у вас хорошая профессия, если вы хорошо владеете языком, то тогда подождите до 1 января 2020 года. В Германии стартуют уже новые правила, которые произошли в результате подписания закона, который подписывался чуть ли не полвека. Его подписали, и теперь будет приток мигрантов, но лицензированных с сертификатом, с дипломами, которые нужно будет подтверждать. Если вы хотите работать прямо сейчас, прямо сегодня, то как раз у Жени занимается, Татьяна в компании, Таня как раз занимается общением с потенциальными работниками, которые хотят ехать в Европу. Пишите в директ, мы дадим ее контакт, вы сможете с ней пообщаться, она вам расскажет по поводу вакансии. Немецкий язык, если вы едете через Польшу на 3 месяца на работы, связанные со стройкой, где не требуется какая-то лицензия, диплом и так далее, не нужен. Если вы владеете немецким языком, у вас хорошая профессия на родине, тогда ждите 2020 год, и можно будет уже запрашивать более серьезные работы. То есть то, что у нас в рекламе 1800 евро, это связано с простыми зарплатами на стройках и так далее. Я думаю, что медсестра или там доктор, он будет иметь в 3 раза больше в Германии. Нет, там где-то будет медсестра иметь в районе 2,5, наверное. Ну, 2,5. 2,800. 2,800, это не 1800. Просто у нас многие пишут, о, а почему так мало 1800? Потому что сначала, пока вы будете проходить стажировку, у всех будет такая приблизительная зарплата. В сфере авиации что не скажешь? Такая тема, да? Честно, я не стыкался. Не скажем, не знаем. Не знаем по сфере авиации. Так, на кухне, работать на кухне через Польшу можно в Германии, или в Германии там на это требуется что-то? Сейчас они хотят с 1 января в основном привлечь рабочие специальности. Это сантехники, электрики. По поварах там тоже вроде бы, если не ошибаюсь, есть. То есть повара входят в группу, которую только после 2020 года? Я не утверждаю, вроде бы есть. Это надо еще раз просмотреть, потому что мы просматривали условия, потому что много начало идти объявлений в разных социальных группах, что все с 1 января вы свободно можете ехать в Германию работать. Не так там все просто. Там тоже надо будет столько кругов ада пройти, чтобы попасть на работу в Германию. Но это если такая высокооплачиваемая профессия? Нет, это даже если простой работой. То есть если через Польшу тоже будут проблемы? Нет, через Польшу нет. Это если ешь по рабочей визе в Германию. Да, все. Там надо будет сначала получить визу для поиска контракта. По этой визе, если я не ошибаюсь, 10 часов только в неделю разрешается работать. Ты должен иметь депозит на весь срок пребывания. Не забегай вперед, мы сделаем отдельную статью по поводу этого. Я обещал в нашем инстаграм, в ленте, когда наш пост наберет хотя бы тысячи комментариев, тогда мы сделаем просто продолжение. Темы, связанные с трудоустройством в Германии на более серьезные вакансии с зарплатами 2,5 и 3 тысячи евро и выше и выше. Сейчас мы говорим только о переводе из польской компании на самые базовые профессии от 1800 до 200 евро сроком на 3 месяца. То есть вы приезжаете в Польшу, вы здесь находитесь месяц, под вас подбирается вакансия. В это время вы находитесь прямо рядом с Женей и можете даже поработать в польской компании, пока ждете свой перевод. И в это время вы обращаетесь в посольство, например, Германии или Бельгии и так далее, уже здесь, в Польше, в Варшаве. Это нужно будет ехать в Варшаву. А если не знаешь польского, как ехать в Варшаву, в посольство Германии, что делать? Может кто-то из нас поехать, это не проблема. С переводчика можно туда? Конечно. То есть вы находитесь здесь, ждете приглашения в посольство в Германии, в Варшаве, едете отсюда на поезде 6,5 часов, оказываетесь в Варшаве, вам в паспорте ставят печать. Там тоже собеседования не проходят. Собеседования у вас не будет. Потому что все бумаги подаются работодателям или агенциям по трудоустройству. Вы только приезжаете, возможно там какие-то минимальные вопросы зададут вам, почему едете и так далее. Вот и все. И на этом все собеседование. Вам поставили или не поставили печать. И все. Да, я понял. Сейчас как раз Женя получает на свою компанию лицензию для того, чтобы заниматься услугами по подбору персонала по всей Европе. У нас сейчас также в Чехии оформляется компания, на которой мы также получаем лицензию для того, чтобы выходить уже напрямую на работодателя и предлагать наиболее выгодные для вас вакансии прямо напрямую от работодателя. Без всяких посредников и так далее. Все, друзья, мы завершаем. Это наш сегодня третий прямой эфир. Мы сегодня побили наш рекорд, собственный рекорд. Всем удачи. Привет вам из небольшого городка Польши. В котором, кстати, намного быстрее проходят документы, чем в Варшаве и в Кракове. Всем удачи. Пока.